Епископ Иоасов апреля 1886 года, Уфа, 2 декабря 1937 года, Казань, епископ Русской Православной Церкви, епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии, причислен к лику Святых Русской Православной Церкви в 2008 году. Биография ранней года родился 5 апреля 1886 года в Уфе, в семье часовых дел мастера, купца по сословной принадлежности. В 1900 году окончил Уфимское духовное училище, в 1906 году окончил Уфимскую духовную семинарию по первому разряду, после чего поступил в Казанскую духовную академию. Его духовником во время учебы в семинарии был схиархимандрит Гавриил. Значительное влияние на него оказал архиепископ Антоний, который постриг его в монашество с именем Иосиф. В 1910 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В том же году возведен в Сан-Ира Дьякона, а затем Ера-Монаха. С 1910 года преподаватель Житомирского училища пастырства. С 3 октября 1911 года помощник инспектора Казанской духовной академии. С 1912 года исполнял обязанности настоятеля Казанского спаса Преображенского миссионерского монастыря. Был председателем Совета миссионерских курсов Сан-Игумена. В 1915 году возведен в Сан-Архимандрита. Избирался в члены Совета Казанского отдела Русского собрания. В период гражданской войны был членом епархиального совета при временно управлявшем епархией епископе Анатолий. Являлся его ближайшим сотрудником. С 12 июля 1920 года епископ Мамадышский, викарий Казанской епархии, хиротонию совершили. Метрополит Казанский Свияжский Кирилл и епископ Балахнинский Петр. С 21 марта 1921 года по 4 января 1922 года после ареста митрополита Кирилла и высылки владыки Анатолия временно управлял Казанской епархией. С 12 апреля 1922 года епископ Чистопольский, викарий той же епархии, активно противодействовал возникшему в 1922 году обновленческого движения. С 21 августа 1922 года по 15 мая 1923 года вновь временно управлял Казанской епархией. После Пасхи 1923 года служил в Казани тайно, так как все храмы города перешли к обновленцам. В 1923 году принимал в епархии покаяние у возвращавшихся в Патриаршую Церковь бывших обновленцев, переосвящал малым чинам ранее принадлежавшие им храмы. Однако ему не удалось легализовать православное и пархиальное управление, а в ноябре 1923 власти запретили ему проводить богослужение. Сам епископ ненадолго был арестован. 16 мая 1924 года епископ Иосов был вызван в Москву, где вновь арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 24 августа 1924 года освобожден под подписку о невыезде, проживал в Свято-Даниловом монастыре. 12 апреля 1925 года участвовал в погребении патриарха Тихона. Был в числе подписавших акт о передаче высшей церковной власти митрополиту Крутицкому Петру. Осенью 1925 года по поручению патриаршего местоблюстителя митрополита Петра доируется составление им проекта Декларации об отношениях между Русской Православной Церковью СССР. В ноябре 1925 года арестован в Москве вместе с другими архиереями, сторонниками патриаршего местоблюстителя митрополита Петра. Был обвинен в том, что оказывал пособничество и укрывательство группе монархических епископов и мирян, поставивших своей задачей использование церкви для нанесения явного ущерба диктатуре пролетариата. Путем воздействия на массу и на церковнослужителей, виновным себя не признал 21 мая 1926 года, приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край. В 1926-1929 годах находился в ссылке в Туруханской Енисейской губернии. В 1929 году от него поступила просьба к митрополиту Сергию отправить его на покой по состоянию здоровья. Прошение было удовлетворено и с конца 1929 года епископ Иоасов официально пребывал на покое. С конца 1929-1931 год в поселке Казмодемьянск Марийской автономной области негативно отнес их с декларацией заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия 1927 года, содержавшую призыв в полной лояльности советской власти. Летом 1931 года был арестован по делу так называемой контрреволюционной религиозно-монархической организации Центра истинно православная церковь виновным себя не признал, заявил. 5 января 1932 года приговорен к трем годам лишения свободы, отбывал заключение в лагере под городом Кемерово, работу в рудниках, в азиотачке с углем. В 1933 году был арестован в лагере по обвинению в организации контрреволюционной церковно-монархической группы, виновным себя не признал. В 1934 году срок наказания был увеличен на два года. Последние годы жизни и гибель после освобождения в 1936 году поселился на окраине Казани вместе с 80-летней матерью. В общение с сергианскими архиереями, митрополитом Серафимом, архиепископами Венедиктом Никоном он не вступал. При этом посещая сергианскую церковь ярославских чудотворцев на Арском кладбище, иногда им служились панихиды. Несмотря на бедную жизнь, продукты и одежду, которые дарили ему верующие, пересылал священникам в тюрьмы ссылки. На вопрос об отношении к советской власти ответил, чтобы судить о советской власти, нужно побывать в концлагерях. В ноябре 1937 году был арестован, обвинен в организации контрреволюционного церковного подполья. Виновным себе и на этот раз не признал. 29 ноября 1937 года приговорен к высшей мере наказания. 2 декабря был расстрелян, похоронен в общей могиле на Архангельском кладбище в Казани. Имя и удаловод с датами рождения и смерти высечно, в числе прочих, на одной стелл мемориала жертвам политических репрессий. Канонизация. В 1981 году решением архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей канонизирован в лике священномученика со включением собор, новомучеников и исповедников российских с установлением памяти. 19 ноября 23 июня 2008 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить собор новомучеников и исповедников российских 20 века. За имя, епископ Иосафа, чин прославления в лике святых совершил 19 декабря в Никольском соборе города Чистополе совершил архиепископ Казанский и татарстанский Анастасий.